Одним из моих самых любимых стартапов, не побоюсь этого слова, это SendPulse и основатель этой компании, такой ко-основатель SEO. Константин, представьте, пожалуйста, что вы делаете? Может быть, больше про себя расскажи. Я просто Константина знаю по Нью-Йорку, по старте, акселератору, и мы, в общем, дружим. Я восхищаюсь этим сервисом, всем советую и хочу больше с вами поделиться теми ноу-хау, которые есть у Константина и прям суперкоманды. Спасибо за лестные слова. Это не лест, ты что, я разве могу льстить? Хорошо, если вкратце про SendPulse. SendPulse – это сервис автоматизации маркетинга. Мы больше, чем просто сервис какой-то рассылки, у нас очень много каналов автоматизации. Это e-mail, SMS, Viber, мы сейчас еще пошли чат-боты, у нас один из самых популярных в мире сервисов для веб-пуш-уведомлений для сайта. Дальше мы продолжаем развиваться и смотрим, и делаем в сторону и CRM-систем, модулей, и лендинг-пейдж-генератор. То есть мы такой комбайн сейчас строим в SendPulse. Отчасти это для того, чтобы дифференцироваться от наших прямых конкурентов, которые не являются многоканальными в большинстве своем. Но и привлечь и дать возможность малому бизнесу использовать одно все-таки приложение, а не множество разных с интеграциями. На данный момент у нас, наверное, около полтора миллиона пользователей зарегистрированных в сервисе. Ежемесячно нам присоединяется больше 20 тысяч. Географически у нас основной офис находится в Украине, в Чернигове, в Центре разработки. Не так давно мы добавили еще Одесский офис разработки. И благодаря ковиду, но отчасти благодаря, мы стали более открыты для удаленных сотрудников. И нанимаем людей в онлайн уже, условно. Есть офис еще в Бразилии. Он был сначала просто удаленный, сейчас уже он физически открыт. Есть подразделения в Мексике. Есть даже Нигерия, Казахстан, Беларусь. Вот это те, кто является именно нашими сотрудниками, не партнерами. И мы продаем, соответственно, по всему миру. Какие-то странные регионы на сборе приоритетные, некоторые меньше. Стараемся все локализировать, работать глобально со всеми регионами. Так, а расскажи, давай первый вопрос начнем. Какая следующая next big thing должна произойти в твоей индустрии, учитывая, что сейчас случился ковид? Какой твой такой vision, да, на vision, да, там, на predict хотя бы 2-3 года следующие. Понятно, что как ты говоришь, что все должно быть в одном месте. Все рассылки любого вида. Но что случилось после ковида? На самом деле, ну, я могу сказать, из тех рынков, на которые мы работаем, в ней, к сожалению, не так много Америки сейчас, потому что мы на ней не сфокусированы. Что касается, например, стран СНГ, тот тренд, который произошел из-за ковида, то, что все в определенный момент гинулись в онлайн. То есть тот бизнес, который был в оффлайне и думал, ну, когда-нибудь мы придем онлайн, они поняли, что если они хотят остаться на плаву и учитывая карантин, они все пошли делать какие-то организации, открывать сайты, делать рекламу и все остальное. Поэтому в апреле месяце мы увидели очень большой рост новой клиентской базы. Это был рекордный, у нас, в принципе, никогда такого не было. Это апрель-май. Это было очень активно, очень много новых клиентов приходило. Естественно, какие-то старые отвалились. Вот это связано, ну, в первую очередь, там туризм. Кто-то просто оптимизировал расходы. Но вот для нас эта вся ситуация... А ты можешь примерно вот рассказать, что параллельный такой вопрос к ленице? Сколько у тебя прошел отток и на сколько у тебя произошел высокий гиперрост? Ну, если брать, допустим, регулярную нашу клиентскую базу ежемесячную, наверное, процентов 10 отвалилось в этот период. Но пришло... Опять же, так как мы работаем с малым бизнесом, он не настолько регулярно делает рассылки, как бы мы хотели. Когда у них есть информационный повод или желание, необходимость, они это рассылают. Потом у них зачастую, допустим, нет ответственного сотрудника на регулярность новая, зачастую это может делать фаундер и так далее. Они делают рассылку, вспоминают об этом в следующий раз через несколько месяцев. Но пришло у нас действительно рекордно. Можно сказать, 25% нашей клиентской базы пришло в апреле. Но и они были в мае, и потом эта вся ситуация, когда все вышли из глобального локдауна, все стало потихоньку затихать, приходить меньше новых. И еще появился другой тренд, который у нас раньше не был заметен, сезонность факторов. То есть у нас всегда, допустим, на летом бизнес менее активный, многих отпускает и так далее. Так вот, в июне-май отпусков не было, по сути, поэтому люди были активны. Но когда локдаун отменили в большинстве стран, все ринулись активно отдыхать. И этот пик пришелся вместо классических месяцов, он пришелся на август-сентябрь. И вот август-сентябрь у нас был более заметный спад активности. Сейчас, конечно, октябрь пришел, уже опять все вернулись в строй. Все ждут самых активных месяцов. Зачастую это вот на Black Friday, самые крупные продажи во всех бизнесах. Уже идет активность, она чувствуется, с каждым днем увеличивается. Что будет новое в e-mail маркетинге? Кроме персонализации и кроме, как ты сказал, что все двинулось в цифру, все абсолютно ушло. И все-таки это один из самых мощных ресурсов. С точки зрения e-mail маркетинга, но уже давно, в принципе, искусственный интеллект, попытки автоматизировать различные вещи, попытки улучшить эффективность и конверсии за счет искусственного интеллекта. А сейчас вот из того, что на слуху и все больше внедряется это AMP, письма, письма с динамическим контентом, которые подгружаются в момент, когда открывается письмо. То есть письмо не сформировано заранее, оно формируется, по сути, на лету, когда человек его открывает. Это человек тоже. Да, то есть человек какой-то сделал действие на сайте, ему можно отправить письмо. В том времени, как он его откроет, может что-то еще глобально с человеком произойти, он мог заказ сделать, либо поменять, либо еще что-то. И можно динамически подгрузить ему письмо, исходя из-за этой ситуации, которая есть на момент открытия. В общем, много разных можно логик заложить, но достаточно сложный этот процесс сейчас выглядит с AMP-письмами, потому что нужно подтверждать себя, себя как отправителя, иметь возможность отправлять такие письма. Сложный формат создания письма, который сложно автоматизировать. И пока в основном крупный бизнес себе может позволить внедрять AMP-письма. Расскажи про то, как вы масштабируете свой бизнес в Бразилию и в Мексику. Как ты можешь просто... Ну, вообще, наверное, самое непредсказуемое, что вы там сделали, может быть, ты поделишься какой-то ошибкой драматической. И наоборот, советом, который тебе там дали. И просто расскажи больше про свой успех. Потому что я общаюсь еще с одним из ваших таких кофаундеров и бизнес-ангелов, и он всегда просто мне рассказывает про вот этот бразильский кейс. Он был просто невероятно успешный. Да, но перед тем, как получить успешный бразильский кейс, мы получили неуспешный американский кейс, который нам пригласил открыть бразильский. Да, то есть, будучи в Америке, вот старты и акселераторы, тогда мы же приехали побоевать за американский рынок, и мы попробовали, мы открыли американский селс-офис, наняли американцев селс-оф, проинвестируют больше 100 тысяч долларов. Поняли, что холодные продажи в Америке на нас не работают. Но в то время мы получили, в принципе, очень дельный совет, это зачем мы спрашивали у нас, почему вы только в Америку рассматривали, зачем мы приехали в Америку, посмотрите, какие есть хорошие страны, там, менее развитые, где технологии отстают, и где это только приходит, этот бизнес и потребности в наших услугах. Вот, поэтому мы посмотрели, в первую очередь, на Бразилию. Вот, Бразилию мы тоже не с первого раза успешно запустили, то есть у нас мы сначала наняли одного кантри-менеджера, с которым мы не очень успешно берем результаты, потом уже, но не другого, причем мы его узнали еще заранее, он еще в первый раз нам поддавался, мы в него не поверили, а поверили со второго раза, условно. Вот, ну и постепенно мы шаг за шагом, сейчас у нас там уже человек 12 работает в Бразилии, а до этого мы начинали с одного человека, который просто прозванивал и отвечал на технические вопросы бразильских клиентов, потом появились отдельные сотрудники на техподдержку, потом отдельные на продажи, потом уже и маркетинг, сколько сейчас, сколько сейчас вашей доли рынка занимает Бразилия и Мексика? Ну вообще вот латан. Ну суммарно, я думаю, что скоро к 10% приблизится, но пока еще не 10. А как вообще распределяется? Ну у нас сейчас СНГ, как ни крути, все равно 50-60%, оно там от месяца к месяцу отличается, но СНГ 60% приносит, Америка приносит больше 5%, и значимых стран, ну международно сложно сходу сказать, вот Мексика, Бразилия, значимая во Франции есть продажи, в Англии, в Австралии, ну то есть англоязычный регион, более-менее стабильно, потому что у нас уже есть и хорошие позиции в поисковой оптимизации, в Гугле, вот у нас очень много органического трафика, вот, ну вот это основные страны, ну просто там нет таких сильно ярких лидеров у нас после Украины, России, они все более-менее, ну вот Бразилия на третьем месте, там Мексика очень с августа очень хорошо стрельнула у нас, пошли большие крупные клиенты, причем, ну мы-то сфокусируемся больше на малом-среднем бизнесе, но вот для 2020 именно в Мексике пошли крупный бизнес к нам, и есть догадки почему, но объяснил, скажи, мы запустили там вебинары, мы делаем собственные партнерские вебинары с другими сервисами, откручиваем по ним рекламу, и возможно это позволяет получить доступ к нужной ситуации. Слушай, а сколько соотношения сейчас на данный момент адвертайзинга прямого, да, и по отношению к таким вот, к каким-то таким перформанс вещам, такие как вебинары, да, когда вы уходите больше в паблик релейшн, в стори-тейлинг. Ну, ты имеешь в виду с точки зрения бюджетов на это все? Да, да. Но, опять же, сходу сложно сказать, но у нас есть определенные бюджеты, которые мы тратим на привлечение на каждый вебинар, мы тратим бюджеты, вот, если мы пишем, статьи для блога, вот, у нас есть бюджет на каждую статью, которую мы промотим в фейсбуке, например, вот, у нас есть отдельные бюджеты, то есть у нас разные люди занимаются рекламой, которые на контекстную рекламу тратят, там, в Мексике, в Бразилии, но там бюджеты, не могу сказать, что они там сильно гигантские, но это там больше 5 тысяч долларов в месяц на контекстную рекламу на эти регионы, и там несколько тысяч долларов на фейсбук-рекламу, на промоут статей, вебинаров, и наши... А чем сейчас ваши, вот представь, что ты четко знаешь, не будем их называть, у тебя есть 5 конкурентов на данный момент, и чем ты от них отличаешься? Ну, я имею в виду, что 5, которые вот тебя сейчас волнуют, вот за кем ты сейчас наблюдаешь, чем ты от них отличаешься? Я считаю нашим конкурентным преимуществом то, что мы очень динамично развиваемся, мы с точки зрения одного функционала делаем все быстрее наших конкурентов, что-то выводим на рынок новое, и у нас есть, ну, как минимум, там, в русскоязычных землях сформированный имидж, что мы очень быстро более продвинутые, более молодые, чем вот какие-то консервативные старые сервисы, которые медленно развиваются, и что-то новое у них редко появляется. Плюс, ну, я еще когда между Граунд и айтишник, и всегда у айтишника мы сказали, очень важно это интерфейсы, чтобы они были понятны, и всегда троллили вот всех-всегда, что у нас при конкретном преимуществе, это у нас удобный интуитивный интерфейс. То есть, это то, что на самом деле невозможно оценить достоверно и объективно, но все говорят, что у них удобно. И вот я сейчас тоже хочу сказать, что у нас удобно, но... Есть к чему стремиться, да? Ну, и к тому, что нас действительно считают, что мы проще конкурентов с точки зрения точки входа в нас, нашего первого использования, знакомства с нами, что мы действительно удобны, и у нас все понятно. Но оценить это объективно сложно, но вот есть такие отзывы. Ну, плюс по рынку, если у нас цена, то у нас она не является сикурентным преимуществом. То есть, мы, в принципе, с средней имеем цену по рынку, если, конечно, какие-то крупные, дорогие интерфейсы, что они намного дороже, но если мы говорим о сегменте малого, среднего бизнеса, то у нас там плюс-минус, как и все, но он будет дешевле, чем на начинке. Слушай, ну, а какие у тебя планы, как, насколько вообще после пандемии изменились паттерны поведения твоих клиентов, твоих пользователей? И как ты считаешь, что следующее должно быть вот не на вот эту осень, да, для твоей компании, а на следующую весну? Какой-то next goal себя поставил, ну, может быть, с точки зрения экспансии. Может быть, ты просто сейчас планируешь, не знаю, выход в какие-то определенные страны. Может быть, вы планируете какие-то интересные продуктовые линейки внутри себя. Может быть, вы хотите поглотить какую-нибудь компанию, или, может быть, вы экзит хотите сделать, и вы просто как бы свою компанию настраиваете на работу вот в одной из этих направлений. Ну, что касается паттернов поведения пользователей, мне кажется, из того, что я только заметил, стали больше экономить. Вот действительно, у нас, когда пишут, когда люди хотят отменять у нас подписку, они указывают причину, почему отменяют. И, да, весна, это было 90% это ковид, указывали, мы не работаем и так далее. Сейчас это экономия средств, сейчас мы планируем рассылку, то есть люди уже в целом, в принципе, готовятся к тому, что будут локдауны, и нужно экономить средства на какие-то вещи. Вот. И я знаю много примеров, когда, допустим, наш сервис, это, можно сказать, сервис первой-второй необходимости с точки зрения бизнеса, потому что маркетинг и привлечение работы с текущей клиентской базы, это очень важно. И поэтому вот на такие продукты, как наши, но в последнюю очередь сокращают расходы. А есть еще множество продуктов аналитических, там, маркетингах, где без них, в принципе, можно обойтись, и там бюджеты очень сильно посокращали. Я знаю примеры, где люди потеряли не выполнен. Но рост, тем не менее, он есть относительно прошлого года. На следующий год мы точно будем закладывать меньше, потому что, ну, тяжелее снимаются, честно. и вот я вот сегодня тоже задумывался вот дальше, что делать, куда, как крутиться, что новое менять, вот, и понимаешь, что надо где-то быстрее просто действовать во всем, чем мы сейчас действуем, и хочу поработать над внутренними оптимизациями процессов. То есть у нас достаточно большой штат, мы на последнее время набрали очень много программистов, вот, и хочется, чтобы это все быстрее давало результат конечный, чем оно дается. Сколько сейчас работает у тебя в команде программистов, и вообще сколько команда? Ну, примерно сейчас 130 человек где-то по всему миру, дает направление больше 50. То есть мы достаточно много инвестируем именно в разработку, в внедрение, стабильность работы продукта, вот, и продолжаем сейчас очень активно много набирать людей. А как вы вообще себя чувствуете с удаленной работой? Какие ты заметил такие паттерны, и как тебе удается сохранять дух в команде? Когда мы вышли на удаленку в апреле, в мае, я был очень доволен результатами, потому что люди переключились, был локдаун, люди никуда не могли ходить, по сути, в основном все сидели по домам, и чтобы нечем было заняться, поэтому все активно работали. Когда это все закончилось, когда все открылось условно, и все расслабились, то эффективность удаленной работы резко упала. И поэтому мы уже начали даже где-то в середине лета людей заставлять выходить на работу, особенно там, где это более важно иметь людей в одном месте. и это продлилось условно где-то до середины сентября, и когда пошла опять еще одна волна, мы опять разрешили работать удаленно. Но в целом глобально я не очень удаленно работаю, считаю, что все равно гостям людей основа должна быть в офисе, какие-то сотрудники могут работать удаленно, но там должны правильно себя ответить с руководителя делов, чтобы это взаимодействие было эффективно. Кстати, к тому, что ты спросил, еще хотел добавить по поводу перспективы еще чего-то. Вот мы сейчас, например, запустили еще одну стартап. Это отдельная команда и разработка и маркетинг. Это внутри тебя, да? Просто внутри Синпульс? Нет, не внутри, это как отдельный продукт, который мы потом надеемся в будущем полностью, глобально сильно интегрировать с Инпульс, но по сути, это мессенджер маркетинг автомейшн. То есть, то, что мы делали исключительно, допустим, по email маркетингу, дальше, доводать, там, счетботов и так далее, то это с прицелами не надо на мессенджер маркетинг. Это система умных поп-апов, лид-генератор, который захватывает пользователя на сайте, исходя из его действий, предлагая там какой-то лид, какой-то плюс за то, что он подписался, за то, что он связался с оператором. Это чат-бот внутри оператора, это множество каналов, мессенджеров. То есть, допустим, если человек приходит на сайте, и даже если это инэп-чат какой-то, он написал, ушел с сайта, и по сути, контакт с ним потерян с этим пользователем. Ему уже сложно продать, если у него не осталось свои контактные данные. Если же он напишет в мессенджеры корпоративные, то этот человек останется на связи все время. Ему всегда может селс потом связаться и попробовать допродать, довести до конца до сделки. Вот это основной плюс этого продукта, это сконвертировать посетителя, пользователя в человека, которому есть контакт на мессенджере. И дальше, ну, по сути, такой инструмент для СОЗО больше. А как, скажи, то есть, насколько эти сервисы можно быстрее объединить, и каждый из них может работать на глобальный сервис. Можешь еще рассказать про твой опыт в Соединенных Штатах? То есть, почему ты решил все-таки позаниматься этим рынком, да, и почему ты выбрал акселерационную программу, и какие у тебя были ожидания, и каким результатом это привело. То, что вот это, в принципе, такой же опыт, он коллерируется с тем, что вот ты внутри компании или рядом создал спин-офф. И они абсолютно, это абсолютно разные продукты, да, для СОЗО и там e-mail маркетинг. Вот давай еще вот для тех, кто нас смотрит, обрисуем ситуацию. То, что, на мой взгляд, то есть, почему я сейчас такой вопрос задала? То есть, по европейским меркам вы будете юникорном европейским. И я думаю, что вот этот вот experience, он бы, возможно, не получился без Соединенных Штатов. Ну, если касается интеграции продуктов между собой, то, естественно, мы закладываем и архитектурно, то, что в процессе они могут интегрироваться как-то бешенно. В любом случае, у нас огромная пенская база с импульсами. Мы подразумеваем, потому что пользователи наши потенциально смогут перейти и на второй продукт наши использовать. И для этого мы должны делать какие-то бесшовные интеграции, когда мы автоматически можем принести пользователя с одной системы в другую. Ну, и разрабатывая новые продукты, запуская новые стартапы, мы как раз рассчитываем на то, что использовать нашу клиентскую базу для дополнительных продаж, и это очень хорошая основа для будущего стартапа. А что касается Америки, ну, естественно, Америка самый крупный рынок глобально во всем потреблении, в IT и все остальное, поэтому всегда хотелось построить продажи большие в США, и для того, чтобы получить хороший эвалиэйшн, естественно, лучше иметь большие продажи в Соединенных Штатах Америки, или там где-то в Украине, в России, потому что и количество фондов, и возможности финансовые, и интерес к тебе совсем другой, когда ты работаешь на этих рынках. Поэтому, в целом на этом мы понимали, что для будущего какого-то хорошего экзита, или какой-то другой истории нам нужно построить большие продажи в Америке. Их очень сложно строить, когда ты находишься здесь, как она в Украине, или в России, или в любой такой европейской стране, ты не понимаешь менталитет, ты не понимаешь, как это все построено, поэтому впоследствии мы имели какие-то определенные ошибки там, с точки зрения офиса, и всего остального, когда мы открывали. Вот, очень важно, если строишь продажи, строишь большой стартап, и особенно рассчитываешь иметь какие-то американские инвестиции, очень важно быть там находиться. Начинать это, естественно, проще всего с акселерационной программы, акселераторов очень много, и очень много наших ребят действительно так начинают, и это дает возможность построить и первые продажи, больше понять вообще этот глобальный рынок, ну вот, зацепиться, и у меня есть много примеров ребят, которые пошли этим путем, и теперь строят большие истории в Соединенных Штатах Америки. Вот, мы же для себя, когда зашли, мы поняли, во-первых, у нас не настолько эвакционный продукт был для рынка, когда мы выходили, вот, мы же, ну, у нас базовые функционалы это сервисов, ну, Gmail-рассылки, а таких продуктов на рынке США очень много, и если клиент наш уже заинтегрировал какое-то решение, он заплатил деньги за интеграцию, оплатил услуги там программистов, разработки, все остальное, и это немного дороже там находится, чем там экономия, например, от тарифа или какой-то новый функционал. Это есть такая точка сложности, которую мы тоже не сразу поняли, находясь здесь, потому что у нас здесь немножко другие реалии, но все проще, дешевле, и цена больше имеет значение, чем для американского потребителя. Вот, но поработав там, поняв, у нас американские продажи мы всегда нашли либо органическим способом, либо через платную рекламу. Опять же, когда мы попробовали ее сделать немного больше, покупать больше, то мы понимаем, что у нас на рынке, помимо нас, еще 100 наших конкурентов конкурируют. Ну да, 180 наверняка. Там плюс и минус. И у них, возможно, так как они уже давно рынке, очень хорошо влажены процессы, у них LTV клиенты много выше, вот, они могут себе позволить больше платить за Customer Acquisition, чем мы, и поэтому, когда мы там хотели не 5% рекламы выкупать на этом рынке там уже 20%, то у нас косты в разы выросли. И мы просто не укладываемся в нашу экономику, вот, с этой точки зрения. Ну и вот, поэтому, поэтому мы фокусируемся сейчас на других странах, где, в принципе, нам легче дается. Ну а ты объясни мне, пожалуйста, то есть, что помешало запустить и выбрать другую стратегию, не выбирать фокусировку на американском рынке, потому что он больше, здесь там за каждый доллар дают 10, все-таки, что тебя заставило переориентироваться и уйти на, как бы, другую немножко модель развития и строить европейский Unicorn? Ну, это опыт, в первую очередь, мы получили, мы, у нас этого опыта не было, мы получили, мы приехали в Америку и поняли, насколько это сложно, нетривиально и там, и так далее. Поэтому, если, ну у нас есть, у меня есть неуспешная история с Америкой, ты тоже знаешь, у нас есть, я являюсь кофаундером проекта Сновио, вот, у которого больше 50% плода в США, вот, и они смогли выстрелить, эти продажи, нашли каналы органические, неплатные, оплатные до сих пор для них плохо работают, вот, как продвигать и продаваться в США, вот, они тоже были некоторое время в США, но, сейчас они успешно с Украины работают с этим рынком, поэтому, тут еще зависит от двух, это тоже один из самых уникальных кейсов и снова невероятно популярен, ты прав, но это, возможно, связано с тем, как они интегрируются и грохакают, да, то есть, как они дают возможность достать, просто немножко другой подход к e-mail маркетингу и другой подход для селузов, но они позволяют тебе достать нужный контакт, нужный e-mail, и, в принципе, потом я тоже была очень удивлена, что они интегрировали в себя рассылка. Да, они, конечно, расширяют функционал, все же не стоят на месте, то, что нужно было раньше, допустим, найти лиды, то теперь намного удобнее, если ты смог найти лиды в одном решении и потом по ним провел работу, холодной продажи, то, что нужно с вазамом, вот, но, действительно, они нашли некоторые способы, о которых мне очень хочется рассказывать, вот, каким образом они нечсти расти, без полуплатной рекламы, и до сих пор эксперименты с полуплатной рекламой проходят неуспешно в США, то есть, это, либо надо тратить чужие деньги, которые им жалко, вместо того, чтобы инвестировать что-то другое, да, когда тебе инвестор требует быстрого роста, и ты спаливаешь бюджеты на привлечение новых пользователей. В нашем случае мы, ну, по сути, мы всегда бутстрапин, вот, и то, что мы зарабатываем, с ним намного сложнее совсем этим расставаться, поэтому всегда мы подходим с рациональной точки зрения, мы здесь считаем деньги. Слушай, на чем, ты думаешь, нужно сфокусироваться во время выживания стартапа, во время кризиса? На первых продажах. В любом случае, в стартап, он, во-первых, ну, если мы говорим о том, что если есть деньги, пока есть деньги, надо, значит, пытаться продавать, а если деньги заканчиваются, надо вовремя понять, о том, что они закончились, то надо искать следующий раунд срочно. Вот, очень многие... Какой, дай советы тогда, как, как в том числе, ну, балансировать между тем, что от тебя требуют трекшн, 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 в любом виде, в виде продаж, в виде новых кастомеров, то есть, ты вообще получил какие-то ноу-хау, как, как привлекать еще инвесторов? Ну, мы на самом-то деле искали инвесторов очень ограниченный период времени, и потом, когда мы вышли на хорошую окупаемость, то вообще в этом смысл пропал. И мы, из того, что мы для себя смотрели, готовы были запустить сюда какой-то стратегически важный для нас фонд, который бы помог нам построить правильную структуризацию компании и сделать ее просто более привлекательной на перспективу для еще более крупных игроков, чтобы в какой-то определенный момент сделать экзит. Вот. Но с точки зрения привлечения инвестиций, я тут вообще плохой советчик, потому что мы, по сути, всегда без страха. Ты обошелся без них, да, ты обошелся. Но хорошо, ты относишься просто к таким предпринимателям, которые делают, скорее всего, не венчурные бизнесы, а кэшфлогенерящие. Абсолютно. И тогда дай такие советы просто на чем сфокусироваться, когда как-то говоришь, что надо лучше продавать, нужно лучше продавать. То есть расскажи, как вы продаете. Представь себе то, что действительно очень хороший пример, когда вы стали диверсифицироваться и уходите в разные рынки. Вот. И вы точно так же тратили огромное время на Бразилию, эксперименты. Как ты говоришь, что вначале мы наняты были, и кредит доверия был к определенным кантри-менеджерам. Я знаю примеры, когда ребята переезжают и запускают этот рынок, запускают Мексику. И точно так же они проходят на самом деле все то же самое, что было у тебя. То есть ошибка выбора людей, потом, как ни странно, ты находишь партнерство, ты находишь правильные фонды, ты находишь правильный пиар и так далее. Расскажи тогда, как ты бы в данный момент, во время ковида, продавал? Ну, смотри, тут еще надо различать специфику для понимания. То, что я говорил, я малый и средний бизнес. Это не вариант холодных продаж, по сути, потому что если я человек маленький, математика, просто экономика не сложится, если нанимать много созов, либо если самому фаундеру бегать и договариваться с кем-то, но там должен быть человек совсем тысячи долларов для того, чтобы вся экономика срослась. Когда мы выходили в принципе на рынок и в Бразилии, и даже вот только мы как стартап запускались, у нас были определенные следствия финансов от других бизнесов предыдущих нас, и мы просто очень много сил и денег потратили на вызнаваемость бренда. Мы очень много тратили на платную рекламу, мы сделали очень много экспериментов, и тоже поначалу это много было неуспешного, и мы там, может быть, года-два прошло к тому времени, когда мы там настроили всю эту экономику в платной контекстной рекламе, потому что сейчас мы от нее ежемесячно получаем больше, чем мы вкладываем ежемесячно в нее. То есть те люди, к которым мы привыкли к платной рекламе, за счет накопительного эффекта нам приносят больше денег, чем мы ежемесячно тратим. И дальше вроде бы тоже хочется больше тратить, но мы упираемся в том, что мы покупаем практически весь основной эффективный для нас трафик. Мы покупаем, например, в России и в Украине 95% органического трафика, который нам полезен. Если мы хотим докупить эти 5%, то нам чуть ли не в два раза бюджет приходится увеличивать. То есть сразу экономика ломается. И поэтому в первую очередь надо работать на называемости брендом, работать с массовой аудиторией. Сейчас на рынке СНГ очень, из-за того, что рынок очень динамичный растет, все больше специалистов приходят, и всем больше специалистов нужно, не специалистов даже, а наоборот, просто людей в этот бизнес, в онлайн-продаже, им нужно обучение. И вот для нас сейчас важный аспект завоевания рынка, это то, что мы даем много обучения. Мы проводим вебинары, мы рассказываем, как заниматься маркетингом эффективно, мы делаем много YouTube контента. В этой нише мы начали с русскоязычного, сейчас мы уже пошли в Бразилию, в Мексику с тем же самым контентом. Да, но это очень сложный education контент. Да, сложно, и результаты тоже долго приходят. Слушай, а не проще ли, просто я хотела уточнить, потому что вы таким образом начинаете, ну, действительно, вы производите и так, и не проще ли просто скооперироваться, не знаю, построить ассоциацию с несколькими стартапами, или договориться с какими-то уже мейджорами, которые этот контент создают, и построить с ними коллаборации, ну, по сути дела, ты можешь сделать коллаборации с ними. То есть ты можешь, например, ну, как бы, не знаю, пригласить селеблити-маркетологов, сделать там, ну, white label-ы такие, ну, да, но это должны готовить платформы, которые education занимаются. У них есть определенный, во-первых, engage, да, и определенный профессионализм, как они это создают. Я, конечно, не уверена, насколько это на, как бы, рынке, восточная Европа работает, да, и как это соединять, когда у тебя, может быть, и французский контент, то, что ты сказал, что у тебя там в Франции есть интересы, да, как это делать в Латинской Америке, да, или в Соединенных Штатах, ну, типа, да, можно построить коллаборацию. на самом деле мы много сотрудничаем с русскоязычными школами, там, и скиллбокс, и все остальное, и металлогия, и они нас сами, как экспертов, уже в своем направлении зовут сделать совместно с ними курсы обучения, то есть мы полностью сами курируем, делаем для них контент, подбираем спикеров, это работает, да, но если мы говорим о крупных ивентах онлайн, допустим, образовательных, то нам очень важно, чтобы это шло от нашего бренда, и когда мы приходим к другому сильному бренду, который, допустим, зарабатывает на онлайн-обучении, им тоже важен свой бренд, и тут, то есть где мы можем и коллаборация у нас есть с точки зрения контента и наших специалистов, которым мы даем на обучение, но что, знаешь, делать ивент там в онлайне, договориться с кем-то там на 5 тысяч человек, там и так далее, ну, думаем, смотрим, но... А используете ли вы инфуанс-маркетинг и каких-то известных селебрити-маркетологов? У нас мы когда-то хотели попробовать, но начали изучать бюджеты и вообще поняли, что в B2B, но особенно в русскоязычном B2B, их очень мало этих инфуансеров в этом направлении, то есть мы там некоторые YouTube-подкасты мы инстансируем, там выходят внутри просто наши рекламные нарезки, но чтобы какая-то была успешная история с инфуансерами, такого нет. То есть мы пробовали, но и бюджеты некоторые были неадекватные, мы же всегда, как я говорил, отходим с точки зрения экономики. Мы понимаем, мы оцениваем, допустим, если стоит выход нарезка тысячу долларов, допустим, в одном выпуске, то сколько это должно прийти оттуда клиентов и насколько это вообще реалистично, что люди посмотрят и придут. Везде пытаемся оценить. Скажи, пожалуйста, как бы ты оценил свой стиль управления и какие у тебя внутри есть качества предпринимательские, которые позволяют тебе быть настолько эффективным? Я считаю себя демократическим руководителем. У нас нет никакой жесткости, у нас нету каких-то жестких правил, таймингов и все остальное. Я больше доверяю людям в их ответственности, в их желании дать результат. Ну, вот такой, наверное, как-то так. То есть я стараюсь людям как можно больше делегировать и давать им свободы в принятии решений. И люблю, когда они это делают самостоятельно, просто иногда надо в нужный момент подключиться, возможно, скорректировать направление, потому что, ну, бывают всякие нюансы, да, но в целом надо давать нам как можно больше свободы, чтобы человек развивался, и этому было интересно, а не работать в узком таком вот, когда тебе с каждой стороны это не сделает, это не так, это не то. А есть какая-то определенная культура поведения в твоей команде? Ну, во-первых, я не люблю, когда на меня она вызывает на вы и какая-то такая жесткая субординация. Вот, я всегда сижу в кабинете со всеми, у меня в кабинете человек 20, сидит людей, вот, и у меня общение равно и с равно, люди всегда знают, что можно по мне написать, подойти, поговорить, пожаловаться, похвастаться там и так далее. То есть я всегда внутри коллектива и стараюсь, чтобы не было между мной и ребятами какой-то дистанции. Вот. А если ребята выгорают очень быстро, какие у тебя есть такие секретные, может быть, лично, которые ты точно так же в себе используешь для того, чтобы просыпаться утром и, в принципе, делать все то же самое, да, делать свою компанию юникорном. больше зарабатывать, больше делать хэппи своих клиентов. То есть вот какие ты дал бы советы, как не выгорать? Ну, не выгорать невозможно, мне кажется, просто для того, чтобы не выгорать, наверное, надо переключаться на что-то другое, нельзя быть сфокусированным в одном. вот я сам из-за этого карантина очень чувствую, что мне сейчас не хватает смены обстановки, я даже банально не могу там уехать куда-то в туристическое место посетить, а эта смена обстановки вот чувство уже необходимо. И есть ребята, которые выгорают, мы вместе как-то общаемся, приходим, то есть это бывает какой-то творческий отпуск иногда, кому-то больше просто дать отдохнуть или принудительно отправить. И нам часто помогает, люди боятся сказать, допустим, ему неинтересно заниматься тем, что он занимается. И вот иногда бывает я это прочувствую и говорю, давай мы сейчас тебе дадим, ну, это особенно программистов касается, давай мы сейчас дадим вот это, переключим, даже пускай мы тут не закончили эту часть, но потом закончим, давай что-то новое. И действительно, я говорю, да, спасибо потом, вот мне это было нужно, потому что, ну, я уже закис, наверное, на вот тех задачах, которые я делал. Интересно. А скажи мне, пожалуйста, у тебя есть какие-то такие топ-два-три пункта, как вообще, вот мы, помнишь, ведем отдельную программу, как не поехать кукухой на карантине. Так вот, какие у тебя такие два-три личные ноу-хау, ну, кроме того, что там смена обстановки, но просто у тебя есть какой-то тайм-режим, то есть ты просыпаешься и как-то ты, в общем, возвращаешь себя в реальность, то, что тебя нужно вести за собой практически, да, там больше ста человек, тебе нужно смотреть и на разработку там, да, и создавать какой-то определенный там климат и позиционирование для твоих клиентов. То есть какие у тебя есть личные такие топ-два-три пункта, которые ты делаешь, чтобы не, чтобы, ну, как бы, ну, то есть контролировать весь процесс, но чтобы у тебя, ты не уходил от объективной реальности, да, то есть чтобы ты, в общем, понимал, где ты находишься, и у тебя паники не наступала. Ну, вот мне так же самое, как другим людям, нужно менять фокусы, вот, и, например, то, что мне сейчас с одной стороны и мешает, и помогает, вот, мы полезли еще в еще одно бизнес-направление, мы сейчас строим бизнес-центр в Чернигове, это большая, огромная стройка, с такими масштабными стройками я никогда не сталкивался, поэтому это тоже новый интересный опыт, вот, и он тоже позволяет отвлечься, когда ты не фокусируешься на одном, а это какая-то оффлайн-учая активность, оффлайн-бизнес, и все по-другому, это тоже интересно, поэтому вот, то, что ты не фокусируешься на одном, это помогает, это драйвит, ну, и, соответственно, чтобы жизнь еще не была простой, еще вот стартапы, новые, вот то, что я говорил, 13 чатов, про анкосновьях, ну, тоже у нас был еще один проект, но там история была сейчас не успешная, мы его там в сентябре буквально закрыли, потому что мы выбрали очень сложный технологический стэк, и поняли, что потом будет тяжело этот продукт развивать и продолжать делать, потому что туда нужны именно большие расходы в инфраструктуру, в разработку самого продукта, и мы потом это закрыли. Константин, а вот как интересно тебе удается находить правильных кофаундеров в этих проектах? Я просто, честно говоря, я не знаю, насколько у тебя много там разочарований или неудачных, я все, что вижу, с нови, твой партнершип с ними, вот этот новый продукт, который вы запустили, и как правильно ты выбрал себе инвестора. Я знаю просто как раз ребят, которые с тобой поделили, да, вот эти, условно говоря, венчурные риски, и, в принципе, ты обладаешь действительно очень сильной интуицией, и ты хорошо подбираешь людей, научи как. Ну вот ты говоришь интуиция, вот, наверное, это просто интуиция, вот, ну, ты видишь, вот, допустим, фаундер с Нови, мы с ним очень долго работали, он работал в моем подчинении, я просто понимал его качества и профессиональные, и человеческие, и насколько вообще мне с ним комфортно работать, и он, по сути, вот, вырос внутри нас, и стал SEO-компанией, стал успешным, очень SEO-компанией, очень доволен, и вот, как он работает, какие результаты дает, вот, такой же самый человек мы сейчас поставили на SEO-компании, потому что видим, насколько он трудоголик, насколько он активен, насколько человек развивается, вот, ну, это вот, множество такого, но мы не берем же людей со стороны, то есть эти люди все, они внутри нас выросли, и вместе с нами развивались. А с инвесторами, какой лучше всего стиль общения? Ну, опять же, вот с инвесторами, но... Как вот просто, многие ребята спрашивают, просто, как не бояться и не потерять контроль над своим проектом? Насколько ребята, которые инвестировали свое время и финансы, там, свою поддержку, насколько они вмешиваются в твой продукт, и как ты с ними, вот, выстраиваешь отношения? Ну, понятно, что ты интуитивно их отлично выбрал, это мы уже понимаем. Ну, если говорить то, как у нас внутри построено, и с теми проектами, и с нашими, допустим, с моим бизнес-партнером по Синпульсу, вот, независимо от долей, вот, совладелец компании имеет одно право голоса. Допустим, в Снове у нас там три права голоса, поэтому всегда решается обычно двумя голосами, но на самом деле не было такого, чтобы, но практически никогда нет такого, чтобы третий человек не соглашался с двумя, которые принимают решение. вот, с Синпульсу у нас тоже по, все по обоюдному, как бы, договоренности, согласию, то есть мы никогда не делаем конфликты, я вообще не конфликтный человек, и если я даже какой-то конфликт захожу, я стараюсь переключиться, я очень быстро отхожу, и я не злопамятный, и я быстро переключаюсь. Поэтому просто не надо делать проблемы там, где их нету. Бывают, конечно, какие-то разные жизненные ситуации, но вот мне люди попадаются с такими человеческими качествами, когда я им очень доверяю, и они никогда меня не подводили. Как это получается, фиг его знает. Ну да, а не то, что ты просто к такому типу предпринимателей относишься, а назови несколько компаний, которые находятся в твоем инвайроненте, о которых ты просто сказал бы, слушайте, мне вот действительно нравится то, что делает, ну вот я, например, могу сказать, мне очень нравится то, что делает Мира, да, и внутри команды мне нравятся интерпренеры, мне очень нравится то, что происходит с People, тоже, AI, то есть есть определенные компании, которые вызывают действительно восхищение. Вот вокруг тебя, среди ребят из Восточной Европы, кто тебя еще искренне, ну, искренне ты так, треспак, продукты, качества. так глубоко не знаю продукты, в плане того, что я не общаюсь очень плотно с другими вот IT-предпринимателями, это все на уровне знакомства, где мы общаемся, и нет такого, что вот там все идеально. Я вижу какие-то определенные качества у некоторых, как интерпренеров, они очень проактивные, а если не классные селзы, вот из SEO-компании. Я, допустим, как селс, наверное, слабый, вот, я вижу в этом свои там слабые качества, но где-то я вижу ребята делают классный продукт, но у них маркетинг просто этот, вот, я как SEO-компании много таких аспектов вижу, такие, чтобы вот, вау, какая-то конфетка, такого нет. Есть определенные ребята, которые нравятся, но они в основном на самом деле больше, наверное, чисто украинские, потому что на ивентах и нетворк у меня больше украинский, вот, но так, я сказать, что вот этот сервис, эта компания, на которую я готов полностью ассоциироваться, нет такого, но в некоторых вещах мне нравится, как они это делают. Интересно. А насколько поменялся ваш штраф малого и среднего бизнеса в данный момент, тот, который пришел после ковида? Ну, они менее опытные, однозначно, то есть им больше потребовалась помощь для того, чтобы запустить что-то. Они никогда не сталкивались в нашем аспекте бизнеса, что важны качественные базы, с которыми ты работаешь, твои клиенты. Очень много спамеров пришло, потому что бизнес не идет, значит, надо взять какую-то базу купить, сделать там рассылку и, возможно, придут новые клиенты. Ну и, соответственно, мы схватили очень много в аттреле таких вот ребят, с которыми пришлось, ну, наша главная задача найти таких и заблокировать для того, чтобы не иметь подобных проблем. Ну и, соответственно, мы тоже с такими боролись, но либо они с плохими базами, либо неопытно их надо учить. Вот, ну это так вот самое типичное. Ну и плюс еще есть такая вот, из того, что тоже замечал, но сейчас этого меньше, а весной приходило много от конкурентов, которые более дорогие. Вот туда тоже был большой приток к нам, потому что, ну, там, где мы чуть дешевле, люди хотели экономить. Интересно. Скажи, скажи, а часто еще ребята из таких транснациональных компаний жалуются, что очень сложно понимать определенные полтона, допустим, если у тебя часть сотрудников американцев или бразильцев, то это другие культурные отношения, да, это совершенно другие годы. и ребята, просто не буду эти компании называть, но они жалуются о том, что, например, ты разместил пост в Инстаграме и про своих сотрудников, там, американцев, написал, ну, что-то, что кажется в Восточной Европе окей, у американцев есть определенные ограничения, то есть ты не можешь позволить себе какие-то там, ну, не в смысле фривольности, да, или какую-то коннотацию, но все же, в общем, есть определенные табу. У тебя были межнациональные конфликты, как ты советуешь работать в таких командах? У тебя есть какие-то правила? На самом деле таких конфликтов проблем не было, вот я стараюсь быть максимально нейтральными, бывают такие случаи, когда вот, ну, как ты говоришь, например, ты упоминаешь украинский офис, например, или вообще вот люди, которые работают в Бразилии, они меняют частью компании, себя, и поэтому они могут некоторые вещи воспринимать о том, что вот украинский офис молодец, а бразильский, например, забыли упомянуть, например. Вот, но на самом деле не больше этого, но и глобально я стараюсь, я передал своему бизнес-партнеру больше взаимодействия с международными офисами, по его специфике жизни и общения и все остальное, то есть он больше с ними взаимодействует, внутренние отделы работают, ну, напрямую между собой, там, отдел маркетинга, контента, там, селу, все остальное, а вот коммуникация с кантри-менеджерами и решение каких-то там сложных вопросов, я больше передал на бизнес-партнера эти вопросы. Я больше вот внутри операционки, внутри разработки. Да, слушай, ну, я поздравляю, у вас просто отличная идиллия, я уверена, что компания просто окажет огромное воздействие на, в целом, на инвестиционный рынок, потому что это хороший пример, как можно без инвестиций построить действительно юникорны, когда у тебя еще 80 конкурентов. До него еще очень далеко. Но я уверена, что все получится. Так, последний блок, я хочу тебе задать короткие вопросы, но у них можно ответить однозначно, одним словом или одним предложением. Какое твое самое любимое занятие? Не знаю, работать. Я так-то знала, хорошо. Какой твой самый большой страх? змеи. Какой самый глупый поступок ты совершал в Сент-Пульсе? Глупых поступков не было, были просто ошибки, но они незначительные. Ну, самая такая, ну, вот самая, ты считаешь, что просто вот так? Вот знаешь, я недавно тоже у меня брали интервью, и тоже там была рубрика, какой самый большой факап? А я, честно, мне дали время подготовиться, я не смог вспомнить, но это же такое, это все мелочи, но как-то в результате случается. назови просто одно, ну, я не знаю. Ну, американский офис, вот-вот может быть. Хорошо, хорошо. Хорошо, твое самое главное качество? Не знаю, пускай будет креативность, это не факт. Недостаток? Олей. Что важнее, слава или богатство? Богатство. Так, хорошо. Твой самый любимый литературный персонаж? Если бы у тебя была бы одна мечта, которая могла бы осуществиться, что бы это могло быть? Есть мечты, которые неизбываемые. Представь, что разрешили все, что угодно. Бессмертие. Бессмертие? Отлично. Как бы ты слепому человеку объяснил, что такое красный цвет? Ну, что такое пульсирующий, наверное, не знаю, то, что вызывает какую-то эмоцию яркую. Какое главное качество предпринимателя? Целеустремленность. Если бы ты не был бы собой, то кем бы ты хотел быть? Ну, с любой тоже персонажа, любой человек? Не знаю, с любым человеком не имеет значения. Я думала, ты скажешь какой-нибудь Илон Маск. не рождают, всем становятся. Соответственно, я вот стал Константином Макаровым. Если бы у меня была другая жизнь, я стал бы другим человеком. Но все индивидуально. Это само лично. Какой недостаток ты простишь любому члену в своей команде? Недостаток. Это же самое больное приходило. Если человек ошибается, это хорошо. Потому что он учится на самом опыте. Что важнее, команда или технология? Команда. Амазон или Эппл? Амазон. Венчурный капитал или кэшфлол? Кэшфлол. Бутерин или Дуров? Они оба хороши. Пускай Бутерин. Хорошо. Представь себе, что у тебя есть возможность поужинать или пообедать с любым человеком на планете. Из нынешних живущих. Кто бы это мог быть? Это очень тренд Ланар Маск. Самый интересный человек, который сейчас в мире живет. Хотя он офигительный маркетолог, инфриенсер. Вот. Есть, конечно, на что румляться. Да, как сказал Джефф из Нема, что сейчас нужно быть Элоном Маском, но как Твиттер. То есть действительно просто человек не использует ни одно медиа, он пишет и коммуницирует со своей аудиторией, и аудитория искренне любит. И комьюнити очень важно. Да, он смог его построить. Но вот комьюнити сейчас в 2020 году это просто must have. Хорошо, Константин, спасибо тебе за этот час, за это интервью. Я желаю тебе быстрее добиться своих целей. Здорово, чтобы у тебя было еще больше отличных партнеров, и ты больше основал еще компаний, потому что у тебя это грандиозно, супер получается. Спасибо большое, Монону. Не болейте. Спасибо, взаимно. Да, приезжай к нам в Нью-Йорк. Я очень хотелось бы, честно, но ситуация сложная, а так обязательно. Да, тогда хорошего вам дня и новых запусков. Будем пользоваться Санпульс. Пока. Спасибо.